Итак, урок 12, домашнее задание. В 12 уроке у нас было только одно задание на дом, это разработать свой собственный тур по Украине на 4 дня 3 ночи, прописать детальную и нестандартную программу. Обращу внимание, что мы не просим у вас расчеты, мы хотим, чтобы вы потренировались в составлении каких-то программ новых, нестандартных, интересных. Поэтому здесь я, корица, дам просто некоторые пожелания, подсказки, а вы вашу программу, подготовленную в Word, в PDF, пожалуйста, отправьте мне и Анастасии на электронные почты, вот на эти, и мы вместе посмотрим, дадим какие-то свои замечания, пояснения, что нам больше нравится, что нам не нравится, что сделано с ошибкой, что сделано нормально. Так, значит, что бы я хотел видеть? Во-первых, не забывайте то, что вы начинаете программу, например, из того города, в котором вы живете. Сделайте, разработайте ее в любой город Украины, куда вы захотите, под любой транспорт и так далее. Но самое главное требование, чтобы это не было, как я уже говорил, да, мы уходим уже от фраз «обзорная экскурсия по Киеву», «обзорная экскурсия по Почаевской лавре». Нет, мы уже от этих фраз уходим, мы это меняем на более простые выражения, не забываем, что мы перестаем продавать словами, мы начинаем продавать картинками, видео и так далее, и так далее. Поэтому, например, обзорная экскурсия по лавре, ну, заменим мы на, мы, например, напишем так, мы вместе с вами зайдем на территорию такой-то, такой-то святыни нашей единственной и сразу же смотрим, что, например, есть в лавре. В лавре есть такие-то, 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 такие-то музеи. То есть, не надо уже делать экскурсию за деньги, да, а музеи за допоплату, там, по 50 гривен, там, за комнату, там, за кунсткамеру, например. Нет, давайте мы сделаем кунсткамеру, а на фоне этого всего мы еще посмотрим саму лавру и так далее, поднимемся на колокольню обязательно. То есть, тур уже должен, не должен быть, например, база плюс навороты за деньги. Давайте уже все, как говорится, паковать, включать в интересную экскурсию, чтобы люди сразу увидели и саму лавру, и поднялись на колокольню посмотрели, и пещеру посетили, и, например, там, поработали. И мы должны, тоже не забываем, что 70% успеха это гид, гид должен быть классный, то есть, мы должны, как говорится, коннектиться в лавре с каким-то определенным гидом. Может быть, который делает экскурсию, все мы были во Львове, да, какие там гиды ходят, там уже кто хочет, кто угодно может проводить экскурсию. Рыцарь в доспехах ведет группу, например, там, переодет в еврея с пейсами, идет и на еврейскую тематику проводит экскурсию, с факелами экскурсии и так далее, и так далее. Поэтому мы уже должны подбирать гидов правильно под наши туры, да, чтобы он проводил классно, чтобы он проводил запоминающиеся туры и так далее, и так далее. Поэтому, ребят, с вас интересная программка с картинками, с кратким описанием, да, вот штук, вот, и не забывайте, что обязательно смотрите на свои же программы, смотрите со стороны. То есть, понравится ли эта программа, понравилась ли она бы вам, если бы вы ее хотели покупать, или нет. Если вам это не понравилось, что бы вы хотели поменять. И вот в таком-то ключе заканчивайте и высылайте нам. Все, я буду ждать, вот моя электронка, вот это Настя на крипсе, ukrainjmail.com. Мы ждем, и мы в кратчайший срок проверим и внесем свои какие-то замечания, пожелания. Все, всем спасибо, пока. Там 12 урок мы полностью окончили, у нас еще 4 урока впереди. Вот так, так что все, всем пока-два.